Вы имеете ввиду спортсменов, да? Спортсмен – существо низкомолекулярное. То есть, по моему мнению, спортсмены – это люди, которые не имеют достаточно развитого интеллекта, да? Ну вот, для того, чтобы вообще что-то в этой жизни значить. Приветствую вас, разящие улитки в тени лопуха! С вами Фёдорович! А сегодня, по многочисленным заявкам моих зрителей, я хочу вам рассказать про Черносвитова и его невероятный стиль – хенмуая, хранумая, в общем, хренумая. И, конечно же, этот стиль является вершиной всех боевых искусств. Вообще-то, когда-то мужик сам занимался тем, что разоблачал старорусских мастеров и практически был моим коллегой, показывая их в своих роликах и рассказывая их историю, при этом позиционируя себя как мастера хапкидо. Раньше он ничего волшебного не показывал, и я бы вообще про него не вспоминал, но мне прислали видео, где он очень нелестно, я бы даже сказал оскорбительно, отзывается про всех спортсменов. Его вы видели в начале ролика, а также показали его интервью на канале «Боевых ботаников», самые яркие моменты с которого я вам покажу. Суть беседы была в том, что спортсмены – дебилы, умеющие только драться, и у них всех отбитая кукушка. А в жизни они ничего не добились. А Черносвитов – мастер боевых искусств, который постиг непостижимое, но что именно такое он постиг, и что вообще такое эти боевые искусства, он сказать не может, потому что это словами передать нельзя. В общем, у меня закралось ощущение, что чувак реально пересмотрел чудаков и на полном серьезе в них поверил, создав свою школу самообороны Ханумая. И когда энергия пробуждается, ты потом уже не можешь открутить назад. То есть это абсолютно совершенно дорога в один конец. То есть нет такого, что ты тренируешься, у тебя больше энергии. Не тренируешься, у тебя меньше энергии. Когда я к этому пришел, это было независимо от меня, это нужно было просто проделывать определенные упражнения. Боевое искусство как раз это именно получается достижение вот этого самого состояния, ну, наверное, какого-то, блин, чуть не сказал, высшего разума. Вот это ощущение, когда ты можешь в себе это использовать. То есть ты получаешь это как дар. Не переживайте, как плоды вишни появляются только после цветов, вы также все освоите в свое время. Перебив лучших учеников учителя, я достал секретное видео именно тех упражнений, от которых открывается вселенская энергия и заходит в чакру. Или еще куда-то там. Вы все правильно поняли. У мужика открылась энергия, и он в своем познании настолько преисполнился, что как будто бы уже жил 100 триллионов миллиардов лет, проживая на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля. И после этого мир стал абсолютно понятен. И он здесь ищет только одного – покоя, умиротворения и вот этой вот гармонии, от слияния с бесконечно вечным, от созерцания великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства существа, бесконечно вечного куда ни посмотри, хоть вглубь, где бесконечно малое, хоть ввысь, где бесконечно большое. После этого просветления мужик, как червяк, впервые попавший в кучу навоза, осознал, что прожил жизнь напрасно и придумал свою систему именно боевых искусств, а не бесполезных единоборств, назвав ее Ханумая, которая идеально подходит для самообороны на улице. Причем у себя ВКонтакте написал, что это уникальный русский стиль боевого искусства, принадлежавший древнему русскому дворянству, созданный русским учеником корейского мастера. Мужики, давайте вдумаемся в эти слова еще раз. Древний русский стиль, принадлежавший русскому дворянству, был изучен у корейского мастера. Я понимаю, что пока что мои чакры не позволяют этого познать. Для понимания старорусского нужно как минимум одеть камуфляж, поэтому надеюсь на ваше понимание и объяснение. Мне удалось получить засекреченные кадры некоторых тайных техник, которых уже будет достаточно для того, чтобы побеждать гопников толпами. Это видео было подписано как техника уличного боя, поэтому не удивляйтесь ее жестокости, скорости и практичности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Конечно, после таких серьезных техник все бойцы ММА, даже топовые бойцы UFC, будут казаться детским садом, о которых мастер даже не вспоминает. Уровень ММАшников очень средний. Почему? Потому что они застревают в том самом детстве, в нашем детстве, когда они только пришли и более-менее набалотыкались немножко дрыгать ногами и махать руками. Но если вы думаете, что мастер, как гордый орел, кружащий над скалами, сутками проводил на тренировках, то глубоко ошибаетесь. Ведь совершенство – это дар, который у тебя уже никто не заберет. Поэтому можно бухать, курить, жрать и делать все, что хочешь. При этом ты всегда останешься мастером. Именно поэтому все эти мастера старорусских стилей – такие жирные дрыщи. Искусство, оно далеко, оно даже не касается практически техник. Я думал, что нужно тренироваться как дятел, да, то есть долбать, 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 и как можно больше тренироваться. И только после того, как ты понимаешь, что тебе это дано, ты сидишь как бы на большом объеме энергии, и уже ты от него отказаться не можешь, да, то есть ты понимаешь, постепенно успокаиваешься, и понимаешь, что, в общем-то, как бы работа на совсем другие. Ну, а чтобы у вас не осталось сомнений, что искусство Ханумая лучшее из лучших, и я вам покажу невероятный бой, который был подписан на канале самого же мастера, как бой за мастерский пояс. То есть в этом поединке решалась судьба нового великого мастера Ханумаи. Кстати, сам мастер в интервью сказал, что он, как великий мастер боевых искусств, если встретит на улице бойца ММА, который решит его наказать за слова про дегенератов, просто развернется и уйдет, и бой не состоится, ведь он уже совершенно на другом уровне. Правда, мастер не уточнил, что будет делать, если все-таки ММАшник или Гопник не даст ему уйти, а зарядит пару лящей. Но это уже не важно. Парадокс в этом всем, что в своей школе он учит драться, причем на довольно начинающем уровне, называя это лучшей системой самообороны, но при этом говорит, что с ним, как с мастером, драться невозможно, и драки для дебилов, потому что он уже на другом, непонятном для всех остальных уровне. Тогда возникает вопрос, почему он не учит учеников просто уходить, а учит драться, при этом понимая, что с такой техникой любой, даже детсадовский борец, боксер или ММАшник, их просто нокаутирует за первую минуту. Все, я совершенно потерялся в глубоком разуме нереальных рассуждений мастера, поэтому пишите в комменты, что вы поняли из этой хренумайской философии, и также напишите про спортсменов, которые в жизни чего-то-то достигли, кроме спорта. Пускай мужик немного протрезвеет и поймет, что все зависит от человека. А пока вы еще не получили энергетический дар и чакру в рот, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями, пускай также обретут просветление. Благодарю за просмотр и настойчивости в получении энергии. Пик-ка! Все, спокойно, спокойно. Защита! Нога же держит! Раз-два! Переваривайтесь! То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь! Могу ребро вот так вот просто взять, вот так вот и ребро вот достать у человека, этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Продолжение следует...